С первой десяткой, ну Вова, конечно, вообще вне конкурса, Семёнычев не знаю. Так, давайте поговорим, что у нас по женщинам. Я вижу, что меня уже просто обошли. Так, ну ещё раз Майя. Ну я не скажу, что все обошли, но... Так, теперь мы белыми. Ну что, Майя, реванш? Надо как-то... Попробуем? И в 4. Так, что мы будем делать? Тут будет попроще. Вперёд. Так, чтобы не взяли. Вперёд. Вперёд. И проходить дальше. Рокировочка. Ну, коня мы обязательно выведем. Коня мы обязательно выведем. Так, собрались. Вперёд. Давайте рокировка. Можно, кстати, сюда пойти. Попробовать чернопольника выбить. А6 пытается здесь. Ну давайте проверим, куда она пойдёт. Здесь слона отдавать не буду. Не хочет. Стэмп потом буду нападать на коня. Понимаю. Возможно, А4 стоит пойти. Понимаю. Перс Е1 для меня какой-то загадочный ход. Вот. Ну что ж, ладно. Хотя почему загадочный ход. Бундес 3. Но Бундес накладывается на это. Может быть концовку Бундеса я поиграю. Можно атаковать на этом фланге. Но Бундес же накладывается на вот этот турнир. Бундес начнётся через 20 минут. А нам ещё час 23 здесь играть. А дальше уже по обстоятельствам. Ну, Д4 я не могу. Поэтому пока что давайте прогоним коня. Так, нападает. Пока. Он Е2. Уходим назад. Он хочет же Е4 ходить. Всё хорошо у нас. 100% Е4 я играть не буду. Всё пока у нас хорошо. А5, А4, А3. Давайте ещё вперёд. Ну, чтобы сюда никак не залезло. Так, что он хочет? Версаж 4, я думаю, он хочет. Могу ли я подрывать? Да, было, да. Но я не думаю, что Алексей Райм так говорил. Но если хотите так думать, ради бога. Забрали пешкой, например. Но там можно будет конь Е5 и конь Ж6. Я думаю, что можно подрывать. Версаж 4 я заберу. Если он берёт конём. Я вам не запрещаю. Ладно, он так не ходит. В нарезках на своём канале Николай очень мощно играет. А здесь что-то 8 поражений подряд. Но вы здесь рейтинг соперников. Посмотрите. В основном-то я играю со своим уровнем. Можно как слоном забрать, так и забрать пешкой. А тут лига-то немного другая. Г8, у нас будет такая взаимная атака. Давайте делать на это скидку. Нет, он отказался. Сюда мы пошли специально. Я прекрасно понимал, куда я иду. Многие другие шахматисты с моего рейтинга сюда и не пошли бы. И не пошли. Потому что понимали, что здесь будет происходить. Я думаю, что у него просто атаки не будет. С ними. Там ещё, видите, слон не вышел. Я это прекрасно понимал. А как ему препятствовать этому? Даже если конь Д2, я сыграю Ф5. Давайте так пойдём. Интересный ход, мне кажется, сюда можно перевести. Брать, брать было плохо. И здесь атаки у белых нет. Теперь конь здесь немножко застрял. На мой взгляд, нет атаки. Тогда давайте всё-таки возьмём. Позиция хорошая у меня. И попробуем ладью на линию Д поставить. Пойти где-то С3. Она сюда. Здесь пешки начнём дальше надвигать. С4 он меня просто С3. По крайней мере, что-то здесь у нас будет. Говорили. Да, он говорил. Так, ну, что-то надо делать. Пока что 5-6. Думаю, полезный ход будет, когда я сыграю С4. Давайте попробуем всё-таки так пойти. Начинать на пешку Е3. Сыграем конь C6. Тоже думаю, что полезный ход. Так, взяли-взяли. Ну, в принципе, чернопольник. Пока я пойду ладья, не буду спешить. Мне выгодно, чтобы она взяла. Объективными. Но она брать не хочет. Слона 6. Сюда, мне кажется, нет смысла идти. Слона 3 ослаблена. Вот эти две пешки, конечно, тут устраивают большую проблему. Может быть, пойти так. Стратегически очень плохо. Она взяла сюда. Очень плохо. А давайте сразу. А, нет, давайте вот так пойдём, и потом сюда слону. Пытаются атаковать всё равно, тем не менее. Вот так сыграем. Я думаю, что не боюсь. Так. Ладья F2, слону 3, слону 1. На ладью напала, можно коня перевести. Можно просто сходить ладья F2. А, я сыграю C4. Думаю, ничего там плохого не будет. И ты, слон, залазит сюда. Взяли, у меня будет уже проходная. Начинает тут создавать проблемы, но мы начинаем давить на пешку. Так, хорошо. Что хорошо, пока непонятно. Так непривычно. Здесь нам выгодно, чтобы она сама ударила. Вроде как у вас и нет, потому что я не вижу, что вы пишете вашу реакцию. Что вы там делаете? Что обсуждаете? Это неправильно. Дайте поставим ладью на линию G. И, возможно, где-то будем рассматривать этот вариант. Возьмем слоном. То есть, жертвуем. C4 хочется. Вперед. Ладья у нас прорвется. Неужели он готовится в жертву? Давайте попробуем. Мы ферзя сюда забросим. Я думаю, он тут не готовит жертву. Так, а если взять... Даже если кони в 5 забрали же 6, но я пришла H6. У меня тут все под защитой. А у меня план будет слон C5. Она может и ладьей взять. Мы бьем слоном сюда. Пешку E3. Пешка вперед. Пешка перевести. Чтобы прям уже по полной давить на эту пешку. А если конь ему ударить, она сюда. Пешка вперед. Если конь на 5 придет или на E6, можно забрать. Там на связке он брать не может. А, ферз сюда не выпрыгнет. Так. Но мне как-то эта идея очень нравится. У нас уже прошел час 18. Но вот 3 часа это очень долго. Мне эта идея очень нравится. Конечно, можно отсушить сейчас. Просто как-то сыграть так, так. Даже интересно, что он придумает. Уж слишком зажаты все фигуры. Давайте все-таки рискнем. Да, решил все-таки пожертвовать. Я почему-то так и думала. Ну же 6, аж 6. Я там ничего не боюсь. Слон держит. Слон тут держит. Конь не пройдет. А, если еще вперед, она так пойдет, да? Может быть, сдастся? Она так пойдет. Пусть играет до конца. Ну, G7. Так. Сыграла ладея в 7. На G7 потом забрала. Конь там куда-то лезет или нет? Давайте, ладно, попробуем коня еще как-то прикрутить. Наверное, что он хочет, защитил пешку, либо хочет на G3, я думаю. На G3 можно там будет даже связать потом. А, я бы хотела подобраться вот к этой пешке, как-то на нее напасть. Ладно, боремся. Так, как я не могу на нее напасть? Да, он хочет конь G3 и вот здесь вот забрать. Давайте ладея F6. Боремся. Ладея F6 на конь G3. Так, ладья пошла. Ладея F8. Давайте коня мы подтянем в любом случае. Так, она перегруппировывается. В принципе, на G5 мы держим. Нам бы это, наверное, тоже не помешало. Король H2. Да, интересный маневр, что он хочет. Может, возможно, так пойти. Но я могу просто король G7, да, вроде не страшно. Заблокировали пешку на всякий случай. Что дальше? Слон C5 выглядит полезно. И все-таки коня D7 убрать. Может быть, даже конь C5, конь А4. Почему бы так не сыграть? Конь C5, конь А4, да. Что за ферси в 2? А что он хочет этим ходом? Надо, пойдем сюда. Так, конь куда-то пошел у нее. Наверное, опять какую-то жертву придумал. Ладно, взял разочек. Сюда пошел. Хочу сюда поставить слона. Смотри, я не могу. Конь B3 могла. Сюда пошел. Хочу поставить слона на C3. Так, если я беру здесь. А там будет слон C3. Нет, слон C3 я не хочу. Давай так играть. Выбить пытается. Давайте пока не дадим выбить. Важный слон. Да, но слон C3 явно хотят. Важный слон. Что мне делать против этого хода? Пойдемте пока сюда. На Е3 слабость. Так, сюда давит. Ладно, взял. А если забрала? А куда я ферзем побегу? А куда я ферзем-то побегу? О, я опять ферзя поймала. Ой. Это называется партия номер 2, где я у Николая поймала ферзя. Так, давайте посмотрим положение наших соперниц на доске. Так, давайте посмотрим на доске. Продолжение следует...